В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет государственного заказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. Начнем с Урала. Помните историю с пытками детей в Каменске-Уральском? Так пока некоторые депутаты в соцсетях отчитываются о промежуточной победе, силовики мстят детям. Сейчас об этом подробнее. Скандал с пытками детей в городе Каменск-Уральске уже два месяца никак не может стихнуть. И виноваты в этом, как ни странно, само руководство городской полиции, что горой стоит за своих подчиненных. Теперь пострадавшим детям просто мстят. На них заводят различные уголовные дела. От кражи сумки до кражи металла. Сами полицейские с таким объемом кройки и шитья уже не справляются. На помощь им пришли коллеги следственного комитета, которые пытаются пришить, ко всему прочему, еще и изнасилование. С Соленой сначала попытались договориться, что называется, по-хорошему. Когда Ощиков подходил ко мне, чтобы мы пошли с ним на перемирие, вот, он еще, я говорю, какое им перемирие? У меня, говорю, спина две недели болела после вас. Он такой мне говорит, типа, ну я просто силы не рассчитал. По информации, просочившейся из недр Каменской полиции, девочку это уже заказали. По планам силовиков у нее в кармане должны найти некий пакетик и привлечь по самой массовой на сегодняшний день наркотической статье. Силовики используют все ресурсы. Прежде чем начать строчить дела на Алену, ее попытались использовать для того, чтобы устранить Данила. Следователь Капустин, он начал у меня интересоваться, занимаюсь ли я половой жизнью или нет. Вот, потом приходил к моему другу и просил, чтобы он подтвердил, что мы, как бы, занимаемся с ним половой жизнью. Когда и это не получилось, следователь назначил девочке весьма странную экспертизу. Он хотел провести экспертизу, живу ли я половой жизнью или нет. Вот, чтобы, ну, как бы мы ему сказали, что это к делу не относится, но он сказал, все равно, типа, экспертизу мы проведем. Это где же видно, чтобы силовики сами развращали несовершеннолетних? Мы пришли в местный следственное дело, чтобы посмотреть в глаза этому чудо-работнику. Евгений Леонидович, вы можете спуститься вниз сюда? Не могу, что-то и сделаю. И действительно, камера для нечистых на руку страшнее автомата. Именно от нее сотрудники СКР убегали словно от оружия. От оружия правды и справедливости. Все двери заперли, шторы закрыли и подглядывали в щелочке. Как видите, следственное управление города Каменск-Уральский закрылось от нас наглухо. Даже вот в дежурной части жалюзи закрыли. Видимо, есть что скрывать. Следователь Капустин предлагает подняться в кабинет, ссылаясь на то, что у него якобы там находится кто-то, с кем он производит следственные действия. Только при этом он забывает уточнить, что во время следственных действий он никого постороннего в кабинет к себе приглашать не имеет права. Следователь Капустин, по словам местных журналистов, известен как сексуально озабоченный человек, который очень любит дела об изнасилованиях. В металлургическом районном суде города Челябинск закончился процесс над операми местного ФСИН. Сотрудники ИК-2 обвинялись в том, что они пытали людей, а одного даже запытали до смерти. Сейчас же они все получили сроки от 3 до 8 лет каждый. Еще недавно подсудимые на заседаниях суда находились в приподнятом настроении угрожали другим участникам процесса и местным правозащитникам, намекая на некие договоренности о развале дела. Все резко изменилось, когда в дело вмешались правозащитники и журналисты, а само дело получило широкий общественный резонанс. Завьялов, Донцов, Подкорытов и Малинин раньше сами надзирали за заключенными, теперь надзирают уже за ними, вот в этом учреждении. Поменялись ролями, так сказать. Этот приговор стал уроком силовикам, которые продолжают себя вести подобным образом. Хорошо, что появилась такая судебная практика. Случилось это только благодаря пристальному вниманию СМИ и широкому общественному резонансу. Подробности этого процесса уже в следующей программе. Последние новости из сверхдержавы в нашей постоянной рубрике «После выборов». Прямо сейчас вы узнаете, как обстоят дела в космической отрасли и о новых достижениях отечественной промышленности. Итак, обо всем по порядку. Планируется 19 ноября запустить два спутника в Калифорнии на ракете-носителе Falcon 9. Как раз все разработки казахстанских инженеров и конструкторов будут проверены в космосе. Частная американская компания SpaceX стремительно вытесняет Роскосмос с рынка гражданских пусков. На минувшей неделе даже дружественной России Казахстан выбрал для запуска своих спутников ракеты Falcon 9, вместо использовавшихся ранее ракет «Союз». В последние годы Роскосмос стремительно теряет свою долю на рынке космических пусков. И если в 2011 году у американской корпорации не было ни одного гражданского коммерческого пуска, то уже по итогам 2017 года SpaceX опережал российское космическое ведомство. Американцы за прошлый год успешно провели 16 пусков, а Роскосмос — только 15. Причем не все пуски российских космических ракет увенчались успехом. По мнению экспертов, американская компания предлагает заказчикам более выгодные финансовые условия. Так, запуск с использованием ракеты Falcon 9 почти в два раза дешевле, чем при использовании ракеты Proton. Вызвано это в том числе и резко увеличившиеся суммы страховых сборов из-за частых аварий российских ракет. Ожидается, что ситуация на космическом рынке для России в ближайшие годы будет неблагоприятной. На разработку российского аналога Falcon 9 потребуется много лет, а финансовые вложения будут колоссальными. И маловероятно, что такие вложения окупятся, пока на рынке будет присутствовать компания SpaceX. Самарский авиационный завод «Авиакор» на Медне был признан банкротом. Как ни странно, на судьбу завода повлияли санкции, введенные непосредственно Украиной. Дело в том, что предприятие занималось выпуском, ремонтом и обслуживанием самолетов Ан-140 и Ту-154. Однако после конфликта с новыми постмайданными украинскими властями были разорваны связи завода с украинскими поставщиками, и один из крупнейших российских авиазаводов стал чахнуть. В 2014 году ситуацию попытался взять под контроль президент России Владимир Путин. Он распорядился организовать на мощностях завода серийное производство самолета Ил-114. Однако распорядиться одно ардерное производство совсем другое. В условиях «Авиакора» освоение серийного производства Ил-114 заняло бы не менее пяти лет и потребовало бы инвестиций в размере от 10 до 12 миллиардов рублей. На такой шаг в правительстве не пошли. Чиновники бросили завод и полторы тысячи человек, работавших там на производство судьбы. В 2015 году Министерство обороны России и вовсе решило взыскать с завода неустойку в размере более 626 миллионов рублей в связи с задержкой поставок самолетов Ан-140. Из 14 заказанных военными машин тогда были готовы лишь 6. Примечательно, что требование о взыскании от военного ведомства поступило как раз тогда, когда Украина прекратила поставки комплектующих для завода. И об этом было прекрасно известно и самому Шойгу, и его подчиненным, которые готовили бумагу. В итоге, по состоянию на прошлый год, завод имел задолженность около 200 миллионов рублей и простаивал без заказов. Помните высказывания эпатажной чиновницы с Урала о том, что государство ничего не должно молодежи и что вообще их родителей никто не просил рожать? На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Да-да, то самое интервью. Так вот, пресс-служба губернатора Свернулской области сообщила, что глава региона Евгений Куйушев после серьезного разговора с Юлией Гладских, которая, к слову, в это время находилась в отпуске на Сейшильских островах, видимо, там и проходил серьезный разговор, решил оставить ее на своей должности. Попутавшая буйки леди государева отделалась выговором. Говорят, что за нее просил личный первый заместитель и руководитель администрации президента Сергей Кириенко. А тем временем на сторону чиновницы стала вся партия власти. На днях в Саратове прошел местный съезд «Единой России», на котором побывали и журналисты. Они спросили партийных функционеров о скандальном интервью. Ответы шокировали даже нашу редакцию. Как вы считаете, что государство должно своему народу? Государство народу. Народ должен государству. На нем народ и государство. Если народ будет давать государству, тогда государство крепче будет. А что оно должно государству народу? Народ должен думать о государстве, народ должен думать о себе. И как будет жить народ, и как он считает, как надо жить, такое будет и государство у нас. То есть как это? Конечно. Раз мы члены государства, как же государство может быть вне народа? Абсолютно ничего. Мы должны государство заботиться, как мы живем в обществе. Мы зависимы от общества, от атмосферы общественной. О том, чем занимаются российские чиновники, где дуют ветра перемен, а где слуги государевы страдают от магнитных бурь, в нашей рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. И снова «Политпогода» со мной. В Саратове холодно. Отопительный сезон здесь стартовал крайне неудачно. Вместо положенной даты тепло в дома поступило с опозданием. Губернатор Радаев потребовал уволить главу комитета ЖКХ Александра Малышева. А тот, испугавшись гнева регионального главы, срочно ушел в отпуск, чтобы переждать бурю. А теперь он, как ни в чем не бывало, вернулся на работу. В мэрии даже не отрицают, что глава города Исаев ослушался приказа губернатора и сохранил должность опальному чиновнику. А в Черкесске не боятся ни погоды. Администрация города закупила за бюджетный счет сразу три автомобиля. Бизнес-класса, между прочим. Для мэра, для главы города и его заместителя. Итого 6,5 миллионов рублей от налогоплательщиков пошли на три «Тойоты». Интересно, что мэр даже не пользуется этой машиной, потому что предпочитает ей свой клевый «Мерседес», который в 6 раз дороже казенного авто. Поэтому он попросту передал «Тойоту» своей охране. Интересно, почему прокуратура закрывает глаза на этот беспредел? И доколе народ будет оплачивать люксовые авто городским властям и их охране? А в Новосибирске буря. Прокурор области Владимир Фалилеев, по всей видимости, уйдет в отставку. Причиной ротации в руководстве регионального ведомства стала проверка спецгруппы генпрокуратуры, которая выявила ряд нарушений разной степени тяжести. К ответственности привлечены десятки сотрудников. А сам Фалилеев, чуя угрозу в срочном порядке, ушел знаете куда? Нет, не туда, в отпуск. Интересно, что накануне проверки уволилась его и заместитель. Но спрятаться в отпуске Фалилееву не удалось. Отставка будет неминуема. Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло в эфире Крик ТВ». Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Обратите внимание, номер телефона редакции изменился. Также ищите нас в соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин